Привет! Рада видеть тебя на моем канале! Сегодня я снимаю для вас вторую часть на тему привычки худых людей. Прошлое мое видео собрало невероятно большое количество просмотров за очень маленький промежуток времени и выписали мне огромное количество положительных отзывов на это видео и просили продолжения. Если мои подписчики чего-то просят, мои подписчики это получают. Что ж, сегодня я расскажу вам о том, какие еще есть привычки у перманентно худых людей, что они делают, чего они не делают, чтобы всегда оставаться худыми. Если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подпишись, тык, и включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем! Знать, от чего ты набираешь вес. В основном худые люди прекрасно дают себе отчет в том, какой именно продукт оказывает на них негативное влияние, от чего именно они толстеют или набирают вес. Конкретно в моем случае это хлеб, и я уже рассказывала об этом в видео ранее, но я прекрасно знаю, что, допустим, от хлеба я буду полнеть и набирать жирок на своем животе. Я этого не хочу, поэтому что я делаю? Я отказываюсь от хлеба. Да, предположим, я люблю хлеб. В теории я его люблю, но я его очень давно не ела уже. И я прекрасно понимаю, что если я хочу быть худой, то я не буду есть этот хлеб. И как бы сильно я его не хотела, я всегда задаю себе вопрос. Типа, а что ты хочешь больше? Ты больше хочешь этот вкуснейший кусочек ароматной булочки, или ты хочешь отсутствия жирка на своем животе? Побеждает вот это. Кстати, очень важно знать, от чего именно ты набираешь вес, потому что некоторые могут набирать вес, например, от риса, кто-то от гречки. У каждого какие-то свои косяки. И их нужно понимать, признавать. И даже если так уж вышло, что вы от вашего самого любимого продукта набираете вес, а вы это делать не хотите, придется отказаться. А что поделать? Следующая привычка следить за своим весом. То есть понимать, когда ты весишь сколько-сколько тебе нравится, и когда ты чуть-чуть набираешь. Даже если это чуть-чуть самую-самую малость. Всегда это очень сильно заметно. Нет, худые люди обычно не взвешиваются каждый день на весах, не отслеживают каждый грамм и каждые полкило. Но если они видят какие-то минимальные изменения, если они видят, что у них щеки стали больше, или живот у них как-то стал более выпирать, или что это как-то джинсики с трудом уже натягиваются, они обращают на это внимание и делают все, чтобы привести себя обратно в норму. То есть в очень редких случаях худой человек осознает, что он набирает вес, и он продолжает его набирать. Как правило, он замечает свои изменения сразу же и начинает с этим бороться. Ну а тут уже у каждого метода свои. Давайте наберем на этом видео 10 тысяч пальцев вверх. Если мы наберем на этом видео 10 тысяч пальцев вверх, а я знаю, что мы это с вами можем сделать, то я сниму продолжение на тему привычки каких-нибудь там людей. Но каких людей подскажете мне именно вы? Какое бы видео вы хотели видеть, может быть, вы хотели бы знать о привычках красивых людей, о привычках богатых людей, о привычках людей в отношениях? Я не знаю. Отвечайте на этот вопрос. Набираем 10 тысяч лайков, выходит видео под этой тематикой. Все в ваших руках. Следующая привычка быть активным. И давайте сразу без всяких банальных фраз, типа, чтобы заниматься спортом или очень много ходить пешком. Это все понятно. Понятное дело, чтобы быть стройным, подтянутым, спортивным, спорт очень важен. И сейчас я хочу рассказать вам о привычке быть активным именно с точки зрения домашнего образа жизни. То есть, например, обращали ли вы внимание, что киберспортсмены или какие-то айтишники, именно которые профессионалы в этом деле или не профессионалы, но очень много времени и нервов проводят, например, за компьютером, они, как правило, худые. Почему? Потому что, когда ты целый день с утра до вечера сидишь и то же самое задротишь в какую-то онлайн-игру, ты постоянно находишься во внимании, ты тратишь огромное количество энергии, тебе банально не всегда есть время поесть, а даже если у тебя есть время, все эти калории, которые ты уже получил, ты их максимально быстро расходуешь и просто-напросто худеешь на глазах. Очень малое количество киберспортсменов, очень малое количество айтишников, именно тех, кто реально очень много нервов, энергии и сил тратит на все вот это вот компьютерное действие, очень редко вы встретите человека, так скажем, не очень худого. Обычно-то они вот очень-очень худые. Если кто-то думает, что это какая-то ерунда, да, возможно, вы так думаете, потому что это не ваш образ жизни, но на самом деле, когда ты играешь очень много времени в комп, о, кстати, надо его включить, ты тратишь колоссальное количество энергии, настолько колоссальное, что ты выходишь из компьютера и ты просто хочешь помереть, ты хочешь спать, ты просто у тебя даже настолько устоешь, что ты хочешь спать, но ты не можешь заснуть, потому что тебя еще вот так вот немножечко потрясывает. В принципе, нормальные истории, это я вам говорю как человек семейный, где в семье все задротят. Кэ, киберкач. К сожалению, да, там ничего нет. Следующая привычка это не награждать себя едой. То есть, допустим, ситуация, ты сидишь, ты делаешь сложное домашнее задание, но тебе так не хочется это делать, и ты думаешь, хорошо, сейчас я сделаю домашнее задание, а потом я пойду и съем сникерс или что еще кушать, ты сидишь, делаешь домашнее задание, но тебе все лень, а мама мотивирует тебя тем, что сделаешь домашнее задание, получишь кусок пирога. Конечно же, это не значит, что худые люди не отмечают какие-то важные события в ресторанах, не ходят в кафе, но тут люди идут, как правило, не за едой, а за самой атмосферой. За атмосферой того, что ты выходишь в люди, идешь в ресторан или встречаешься со своими друзьями в кафе, и в этом отмечается какое-то важное событие. Но еда не мотивация. И следующая привычка это наслаждение. Привычка наслаждаться каждым кусочком еды есть практически у каждого худого человека, потому что люди едят осознанно, они едят так, чтобы получать от этого кайф, они едят не для того, чтобы есть, а для того, чтобы получить от этого некоторое наслаждение. При этом они отдают себе отчет в том, когда это наслаждение уже как бы не наслаждает себя, и тогда они останавливаются, то есть как только чувствуешь насыщение, сразу останавливаешься. Но самое важное в этом пункте это именно получать кайф от еды, от того, как ты ее живешь, от того, как она пахнет и от того, как она тебе нравится То есть редко худой человек будет есть еду просто потому, что нужно ее поесть Нет, как правило, нет, он именно кайфует от того, что он поедает И поэтому, как правило, худые люди едят гораздо меньшими порциями, но при этом получают гораздо большее количество наслаждения Обычно мое видео выходит в среду и в субботу, в среду в 19.30, в субботу в 11.30 и все это по Москве Но это видео я, к сожалению, снимаю для вас в воскресенье и в воскресенье выкладываю, потому что у меня взорвался софтбокс, то есть свет И я не могла снимать без света, ну без свет снимать нереально Впрочем, кто подписан на мой инстаграм всегда в курсе моих событий, поэтому подпишись и ты на мой инстаграм, чтобы всегда все знать Это мой инстаграм, это ты, и мне кажется, это просто идеальное сочетание, поэтому я тебя там очень жду Я надеюсь, что это видео тебе понравилось и для тебя оно было информативным Обязательно ставь свой лайк, подписывайся на мой канал, если ты еще это не сделан Подписывайся на мои дорогие социальные сети, на мой инстаграм, на мой контакт и даже на мой телеграм И спасибо тебе за просмотр и пока-пока, до новых встреч, наверное